Сегодня опять говорим про цену биткоина. Ребята, я в Дубае на пляже сейчас. И я на самом деле хотел немного отдохнуть, но я просто должен записать это видео про биткоин и эфириум. Потому что кое-что происходит на графиках, и я хочу рассказать вам про это. Так что давайте по-быстрому поговорим об этом. А вон там у нас самое большое колесо обозрения. А я хочу предоставить вам самое короткое биткоин-видео. Потому что времени у меня не так много, и я хочу выпустить это видео максимально быстро. И для начала, ребята, давайте поговорим о том, что я постил в Твиттере. Потому что, как вы помните, биткоин пробился вниз. И я писал об этом в Твиттере, именно в момент прорыва. И я писал, что это последняя надежда для всех биткоин-буков. После этого мы пробились и подтвердили прорыв. И я писал о том, что биткоин летит вниз, прямо до моей второй цены. И мы достигли ее. Цены в 30 тысяч, 300 долларов. И сейчас я хочу поговорить, что будет дальше с биткоином. Так, дайте вернусь на графике. И как вы видите, это четырехчасовые свечи для биткоина. Как вы видите, мы укреплялись между поддержкой и сопротивлением. На четырехчасовых свечах. И как я и говорил, это была последняя надежда для биткоин-быков. Если мы пробиваемся через это и подтверждаем прорыв, мы идем ниже. Пока что мы уже достигли низа клина. Я уже упоминал этот уровень. В качестве первой медвежьей цены. Это была цена из прорыва восходящего клина. После того, как мы достигли ее, у нас был отскок. И затем мы ушли еще ниже. И вот эта цель, она не просто так появилась. Многие люди спрашивают, почему здесь отскок? Почему эта поддержка настолько важна? Конечно, я поговорю о том, какая у меня следующая цель. Но пока что, как вы видите, у нас несколько раз на этом уровне была важная поддержка. И сейчас это тоже поддержка. И как вы помните, первое правило в торговле. Чем больше тестится поддержка, тем более вероятно она пробьется. А сейчас давайте перейдем на график биткоина. На самом деле единственный, важный, который у меня есть на битстэмп. И как вы видите, здесь у нас совершенно другие паттерны. Что изменилось, так это... Раньше у нас было очень много бычьих паттернов, которые вели наверх. У нас их было 20, 30 или 40. А затем первый, бычий паттерн, пробился вниз. И это уже был первый звоночек. И я говорил вам об этом. И затем у нас был этот, паттерн голова и плечи. Он пробился, и это была наша цена, которую мы высчитывали. Примерно на уровне в 30 тысяч долларов. Мы дошли до нее идеально. Я не говорю, что это обязательно конец бычьего тренда. Но биткоин сейчас довольно медвежий. И уже несколько дней. И мы упали на 31%. Но это может быть конец. И что бы лично я делал, я уже говорил, что это потенциальный шорт. А также я бы торговал где-то здесь. С прогнозом на цену где-то здесь. Но сейчас шортить, это довольно рисковое занятие. И что бы я делал сейчас, лично я никогда не шортил биткоин на обычьем рынке. Но если вы хотите этим заняться, у нас здесь есть м-паттерн. И если мы, ребята, не удержим этот уровень, и как вы видите, у нас здесь есть огромная зеленая свеча вниз, и если мы пробьемся через этот уровень, закроем четырехчасовую свечу ниже, и затем у нас будет отскок, подтвержденный объемом, на предыдущем уровне выреза. А это, кстати, очень сильный уровень поддержки, у которого очень большие шансы перейти в сопротивление. Именно в этот момент я буду перебираться на медвежью сторону. Сейчас я думал о медвежьей стороне только тогда, когда мы пробивались через треугольники. Но сейчас я нейтрален, потому что мы удержали очень важный уровень поддержки. Но в момент, когда мы пробьемся через этот очень важный уровень поддержки, вероятность дойти до 25 тысяч долларов очень высока. Возможно, даже до 23 тысяч. И это, кстати, уровень, на котором была огромная поддержка за счет того, что закупался Майкл Сейлор. И это было еще в декабре. Поэтому будьте готовы к этому. Это может быть потенциальный хороший трейд. Но только если мы пробьемся, и все наши подтверждения подтвердятся. В ином случае у нас будет просто очень сильный отскок в очередной раз. И биткоин опять уйдет наверх. И я не буду торговать здесь. Я, пожалуй, сделаю паузу на какое-то время. В том числе и от лонгов. И я не буду торговать до тех пор, пока мы не дойдем до, по крайней мере, предыдущего высокого уровня. Примерно на 37 тысяч 800 долларов. И многие люди спрашивают про эфириум. Но перед тем, как я перейду к эфириуму, дайте-ка вернусь на камеру. Так, возвращаемся на видео. И вы можете подумать, Крис, ты че это? Веселишься, а у нас тут цена падает. Просто, ребят, мне нужно иногда свободное время. Я перейду к эфириуму буквально через секунду. Но знаете, иногда мне нужно немного свободного времени. Вчера у меня глаза красные были. И даже на пляже я отдохнуть не могу. Я записываю эти видео. Так что, если вам это нравится, ребята, ставьте лайки. Давайте достигнем нового рекорда. А также делитесь этим видео с друзьями. Просто наведите шуму для Ютуб-алгоритма. Именно так вы поддержите нас больше всего. И здесь не только я для вас, так же и вы для меня. Вы мое самое прибыльное комьюнити. И самое поддерживающее комьюнити. Поздравляю всех, кто является частью ММКрипто. А сейчас давайте поговорим про эфириум. Так, как тут камеру-то вернуть? А, вот. Итак, как вы видите, это пара эфириум-доллар. И это пока что не самый важный график, о котором стоит поговорить. Но в любом случае, давайте о нем поговорим. Если вы торгуете эфириумом, набайбите. Также, кстати, у нас есть ссылка в описании, с помощью которой вы сможете получить 600 долларов совершенно бесплатно. Все будет в прикрепленном комментарии. Регистрируйтесь и вносите депозит. И тогда получите 600 долларов совершенно бесплатно. Но используйте только если вы опытный трейдер. Но давайте таки поговорим про эфириум. Потому что, как вы видите, здесь у нас восходящий клин. Или по-другому восходящий канал. И мне нравится больше называть его восходящим каналом. Потому что это не фейковый выход. А скорее подтверждение наклоненной вверх поддержки. И если выставить здесь эту линию, это может быть наша цель на цену. Мне не нравится высчитывать цену из такого канала. Потому что это даже не настоящий паттерн. Это просто параллельная поддержка и сопротивление. Но если выставить ее прямо сюда, то станет видно, что мы почти идеально уже дошли до этой цены. В итоге получается, что как на эфириуме, так и на биткоине мы уже достигли медвежьих цен. И это может означать, если мы, конечно, еще больше не пробьемся, что этот дамп закончится, по крайней мере, на ближайшее время. Поэтому для всех, я бы, конечно, не шортил сейчас. Я бы подождал, пока мы пробьемся через важную поддержку, перед тем, как выставлять новый шорт. И если эфириум пробьется через эту поддержку, в таком случае мы, скорее всего, достигнем цены из этого восходящего клина. А это его низ, прямо на цене в 922 доллара. Но, пожалуйста, будьте осторожны, ребята. Также, как вы помните, у меня есть график в паре, биткоин-эфириум, который пока что, как по мне, очень важен, намного важнее остальных. И если переходить на месячный график, это просто важная вещь, которую я хотел бы упомянуть. Не хочу, чтобы вы забыли. Со всеми этими движениями цены, я просто невероятно побычи настроен на эфириум. И все потому, что, как вы видите, и я не устану вам повторять, это месячный график. Все это мы формировали 3,5 года. И, ребята, вы не можете с этим спорить. У нас есть несколько точек касания здесь. И прямо сейчас мы прорываемся через этот паттерн. И это очень-очень бычий знак. Не для сегодня или завтра, но для месячных и недельных свечей. Я могу быть неправ, конечно, но я понемногу добавляю средства на эфириум. Просто ради того, чтобы у меня было побольше части эфириума в моих накоплениях. Напишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу. И очень важно, если вы смотрите это видео, ставьте лайки, но также ставьте свой любимый альткоин в комментариях. И, ребята, если вы будете голосовать за альткоины других людей, я обязательно возьму их во внимание. Огромное спасибо за просмотр. Мы увидимся совсем скоро на ММКрипто. Ребята, обязательно ставьте лайки. Я знаю, что вы хотите побольше таких коротких видео. Огромное спасибо за просмотр. Увидимся совсем скоро. Возможно, уже сегодня. И как обычно, ребята, как обычно. Пока-пока.